Приветствую вас. Давайте мы попробуем с вами разобраться с тем, что произошло, с тем, что происходит сейчас в вашей жизни. Значит, первое, с чего мне хотелось выначать, это с того, что основная проблема заключается в поиске правых и неправых. То есть у вас есть четкая жизненная позиция, значит, четкая такая, четко сформулированная позиция. И вы считаете, что мужчина должен содержать семью. А женщина, значит, работать, ну, соответственно, не должна. Правы ли вы в этом? Правы ли вы в этом? Ну, если честно, то да. Почему нет? Правы? Да. Если это то, что составляет вашу ценностную систему, то да, правы, безусловно. Только и мужчина со своей позиции тоже прав, говоря о том, что вы, ну, что вы могли бы ему помочь. С своей стороны мужчина тоже прав, потому что у него есть своя позиция на этот счет. И он воспринимает эту ситуацию как возможность для вас ему помочь. Это нехорошо и неплохо. Это есть. И если у вас такое отношение к бюджету, что вы, например, даете мужчине деньги в долг, и считаете, что он их вам должен вернуть обязательно. И что вы считаете для себя возможным, значит, откладывать на свои цели, как бы, деньги, что это ваш выбор. Я не говорю, что вы обязательно не правы. Но я не думаю, что мужчина должен делать так, как вы говорите, так, как вы считаете. Потому что это ваша позиция. Если мужчина, несмотря на то, что он знает, что вы так относитесь к деньгам, все равно он взял вас в жены, значит, он вас принял, он принял вашу позицию. И у меня вопрос. А что, теперь он вашу позицию не принимает? Как бы. Теперь он хочет, чтобы вы менялись. Но если у вас такие ценности, то меняясь, вы ломаете себя. Получается, что мужчина хочет, ну или, по крайней мере, допускает, что вы ради него будете ломать себя. Вот это является уже довольно серьезным моментом. Потому что к вашей позиции можно относиться как угодно. Ее можно принимать, ее можно не принимать, ее можно считать правильной, можно считать неправильной. Но если мужчина сделал вас своей женой, это означает, что он вашу позицию, простите, принял. А теперь перестал принимать, значит, что, ну, наверное, в его жизни, наверное, в его восприятии, что-то изменилось. И, собственно говоря, собственно говоря, желательно бы здесь очень хорошо определить, что именно изменилось. Понимаете? Потому что, если изменились чувства у мужчины, к вам, например, это одно. Но тут как бы тогда вопрос такой, а вообще вот имеет ли, имеет ли смысл вам дальше в отношениях тогда находиться, если у него изменились чувства. Может быть, с ним что-то произошло? Может быть, с ним что-то произошло? Ну, может же быть, с какой-то? Ну, наверное. Вполне, да? Может быть. Может быть, что с ним что-то произошло? Да, может быть. Понимаете? Но если с ним что-то произошло, даже если с ним что-то произошло, то это нужно выяснить, что именно произошло. Понимаете? Какая штука. Но так как-то, знаете, странно получается. То есть с ним что-то случилось, у него что-то изменилось по отношению к вам. Вы этого не заметили. И как-бы все. И что делать дальше, непонятно. Надо понять, что изменилось. Либо мужчина в действительности не такой, каким вы его считали. И тогда для себя вам надо решить, что вы будете делать, то есть будете ли вы его, ну я не знаю, пытаться дорастить до себя, до своего уровня. Либо вы оставите его и пойдете дальше. На мой взгляд, на мой взгляд, решать вам. То есть в принципе, в принципе, вам можно задать ему вопрос. Ты действительно хочешь, чтобы я тебе помогал? Он там, например, скажет, да, действительно хочу. Вы ему скажете, что ты понимаешь, что я не буду уважать тебя после этого. Ну вот, ну не сможете вы его после этого уважать. Плохо ли это, хорошо ли это, не важно, не сможете. Ну что тут поделать, да? Не сможете уважать человека после этого. Вопрос. Понимает он это или нет? Если понимает и все равно на это соглашается, это уже как бы звоночек для вас. Если мужчина, мужчина, в принципе, ну тот самый слабый, о котором вы говорите. Если я думаю, что нет, все-таки я сам справлюсь. Ну хорошо, дайте ему еще возможность это сделать. Понимаете, я специально не касаюсь того, как поступать. Потому что как поступать, решаете вы. Мы за вас этого решить не можем. В принципе. Понимаете? Вот. Далее. С другой стороны. Есть как бы ребенок, которому как бы от всей этой ситуации, ну как бы не очень хорошо. Мягко говоря. Потому что он в известной степени выступает как аргумент в споре. В споре, значит, между вами. Хорошо это или плохо? Хорошо, что, на самом деле, нет. Для него, для ребенка, простите. Для ребенка это нехорошо. Я хочу, чтобы вы постарались это понять, что для ребенка это не здорово, то, что он выступает в качестве аргумента. Нехорошо, никак не хорошо, и поэтому вы при желании можете расставить приоритет, то есть, грубо говоря, сейчас пойти на встречу своему мужу, чтобы ребенок все-таки был одет в школу, потому что если его не одет в школу, ну, понятно, будет плохо и для него и для вас, для него особенно, но выводы вы сделаете из этой ситуации выводы и, соответственно, уже тогда будете думать. То есть, вы своему мужчине можете сказать примерно, ну, примерно такую вещь, что если я тебе сейчас помогу, допустим, то так, как раньше, уже не будет. И вам, ради ребенка, потому что ему нужно, потому это принципиально в том, что касается ребенка, никому на пользу еще не шла, вот, именно принципиально никому еще на пользу, на пользу не шла она, вот, но вывод вам нужно будет сделать от своего мужа, исходя из этой ситуации. И потом, при возможности, ну, то есть, если будет такая возможность, вы от него можете там уйти или вы от него, с ним можете развестись или вы там с ним можете поговорить еще раз, да, то есть, как бы сказать, что, ну, такая ситуация, да, вот, и мне она не нравится, как бы, и, в общем, так не должно быть, и ты мне обещаешь, например, что такого больше не будет, например, то есть, либо ты мне обещаешь, что такого больше не будет, либо мы с тобой там, ну, грубо говоря, расстаемся, да, вот, то есть, тут можно даже с разводом не спешить, как бы. С другой стороны, с другой стороны, кризисы, сложности, в трудные периоды, они, как бы, бывают у всех. И, возможно, в некоторой степени вы своего мужчину, может быть, идеализируете и не позволяете ему вообще быть слабым, но слабым мужчина должен и может быть, потому что в жизни бывает всякое. и здесь встает вопрос о том, насколько вы любите своего мужчину, насколько, насколько сильны ваши чувства к нему, к нему и какие они, эти ваши чувства по отношению к нему, то есть, чем вы ругавствовались, когда вы ходили за него замуж. Если вы руководствовались расчетом, это одно. Вопрос в том, знал ли мужчина об этом, о том, что вы руководствовались расчетом. Если у вас к нему были чувства и вы их им не давали мрачную клятву, это другое. Но тогда то, что вы сейчас делаете, не является, к сожалению, как бы продолжением мрачной клятвы. Я бы так это сказал. Вот. И здесь вам нужно как-то вот самой немножко определиться, как же вы к мужчине относитесь. Как же вы, ну, его воспринимаете все-таки, потому что, ну, если, если у вас отношение к нему такое, вопрос, что готов ли он к этому. Приемлемо ли это отношение для, ну, скажем так, для, например, мужчин вообще? Приемлемое такое поведение для женщины, когда она не поддерживает своего мужчину в трудных ситуациях. Вы сами для себя как считаете, приемлемое это или нет? Если приемлемо, то никаких проблем нет. Если вы все-таки, ну, допускаете, что вести себя можно было бы с мужчиной по-другому и что, как бы, ну, любящие люди, они так не поступают. Именно любящие люди. То, соответственно, можно будет скорректировать свою модель поведения немножко по-другому. А то есть скорректировать можно его иначе. Все здесь зависит от вас. Поскольку мужчина был осведомлен о том, что вы, как бы, приемлете определенную модель отношений, насколько он был с этим согласен и что поменялось сейчас. То есть, понимаете, условности, условности, согласия быть не может. Мужины либо соглашаются, либо нет. Если условность возникает, очень важно, насколько она убедительна для вас, эта условность. И если не убедительна для вас условность, то почему? С чем это связано? Не убедительна. Условность. Вот это, я полагаю, то, что можно назвать ответом на ваш вопрос. То есть, если вы считаете, что обстоятельства не убедительны для того, чтобы уступить ему, это ваше право. Но чем продиктовано это? Простым выбором, свободой воли, ценностями или чем-то другим. Страхом, сценарным поведением, обидами, чем-то еще. То есть, являетесь ли вы, грубо говоря, собой в этой ситуации, если есть подозрение, что нет, нужно внимательно прислушиваться к себе, потому что семью разрушить легко. Семью разрушить легко. А вот подстроить отношения не так уж и просто. Прислушиваться к себе и ответить на вопрос на это. И все. И тогда, я думаю, вы сами увидите, правильно ли вы поступаете или нет. Вы поймите просто, что брак без уступок или эмоциональные отношения с вкраплениями, отношения по расчету, это не то чтобы плохо. Это просто заведомо заранее обречено на такие вот недопонимания, на такие вот столкновения, конфликты, вот эта вот вся история. Входите вы этого или нет? Вот в чем вопрос. И если так получится, что мужчина думал, что вы его будете поддерживать в трудную минутку, например, финансово, несмотря на свою позицию, то вам самой нужно для себя определить, насколько то, чего хочет мужчина, является приемлемым для вас. Вот и все. Потому что делать что-то для людей и ничего не требовать взамен, нас заставляет любовь. И вопрос в том, есть у вас любовь к нему или нет. Если любви нет, это отношения по расчету, и мужчина должен быть в курсе этого. Если любовь есть, то ваши действия, они продиктованы чем? Страхом, тогда неуверенностью в себе, комплексами, родительским сценарием поведения. Потому что любящий человек так не поступает. Но никто не говорит, что вы обязаны любить своего мужчину, для того, чтобы с ним жить и выходить с него замуж. Вопрос в том, насколько вы были честны с ним и с собой. Вот уже исходя из этого, нужно корректировать ваше дальнейшее поведение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!